Третья решающая карта. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Сеня, с вами Нканис, и мы смотрим матч сегодняшнего вечера. Могу я эти лавры у России и Хорватии забрать или нет? Нет, конечно. Ты что, у нас все-таки Counter-Strike, ребята. Самое любимое то, что может быть только прямо вот здесь и сейчас с нами, конечно же, на трансляции. И Na'Vi против Astralis. Третья карта. До Инферно это всегда очень жестко. Вот я именно говорю о карте, потому что все матчи, вот неважно, кто за кого начинает. Вот Na'Vi, кстати, на Инферно начинали вообще на этом чемпионате против G2 Esports и отдали нереальный камбэк против соперника. Выиграли со счетом 9-0, но потом в итоге проиграли со счетом 14-16. Но сейчас совсем другая история, ребята. Давайте еще раз спошем им в чате, потому что начинается третья карта полуфинала. И SL1, Na'Vi в атаке. Защита от команды Astralis. Эдвард вместе с тиммейтами занимает пока что ковры. Ребята из команды Na'Vi неужели будут делать свой коронный раунд с выходом через как раз-таки ковры и последующими хорошими флешками, там, смоком и так далее. Так, тут уже контакт идет на ребрах. Дюпри тоже играет крайне аккуратно. Ну, бросает только там какие-то патроны, отходит обратно на малые пески. Вот он, раскидка девайс, после себя смок кладет. Вот у него ЦЗшка, там уже курица полетела, все полетело, но не вышел. Состав команды Na'Vi на эту точку только сейчас, они после раскидки будут выходить. Там уже Зевса замечает Мэдэск, забирает противника. Электроник отвечает против соперника на больших песках. Дюпри, сплэнта, один хатшот есть, но все-таки Адвард отвечает. И ЦЗшка не сработала. Большинство для команды Na'Vi на эту точку. Ну и самое главное, Na'Vi хоть и погибли изначально, там, Зевс, по-моему, умирал, но в любом случае Мэджис Бой не сделал той работы, которую ждет от него, собственно, и фан-зона команды Астралис, да и сами тиммейты, потому что он сделал всего лишь один минус, врыв у нас от Типикса и Глейва, и все заканчивается первым, да, пистолетным раундом в этой серии для команды Na'Vi, дорогие зрители. На Инферно они оформляют свои пистолеты. Да, получается выйти, это хороший заряд, вот на этой третьей карте, особенно учитывая то, как у нас проходила вторая. На Нюке вообще Астралис показали Na'Vi, то, что они, ну, не совсем-то умеют играть эту карту. И коэффициент от нашего партнера париматч на эту встречу. 2.11 на Na'Vi, 1.68 на Астралис, и понятно, что сейчас все будет меняться, потому что Na'Vi могут выйти на счет 3-0 за счет этого пистолетного раунда, но главное выжать форс. Коктейль Молотова пока что на плюс, Zipex уходит назад на точку B. Na'Vi пытается контролировать дугу все-таки, как хотел Юра Страйк. Ну и с УЗишкой Зевс довольно плотно подошел близко, прилетает еще одна флэша, проверяется минус, здесь никого нет. И можно теперь, в принципе, раскидывать точку B, если есть гранаты. А гранаты у команды Na'Vi имеются. Ну, пошумели, дали о себе знать игроки на банане. Дальше уже можно оставить одного тиммейта на сэндвичей. Вот он, выход от Симпла. Замечает он девайса, правда не получается убить сразу Николая Ритца. Также был выпад от Эдварда через Больверную. Но там закрывается пока что двадцатка двумя игроками команды остались от Дюпри вместе с матчем с боем. Симпл все еще бросает через смок, но там уже соперник успел отойти Дюпри. Довольно-таки активная позиция с деглом. Вот было бы неплохо поставить первый хэдшот и отойти вообще на плент. И Эдвард только что его проверил. Эдвард у нас на ребрах. Откидывает пока что коктейль Молотова в 55. Там у нас никого нет. Команда Na'Vi все-таки должна действовать. Прилетает смок под библиотеку. И рожденный побеждать готовы зажимать плент Б с двух сторон. Там у нас пока играет один Zipix. Но, собственно, тут многое решится. Я имею в виду Glave на зеленке. Если ему удастся забрать сейчас как-нибудь двоих, тогда Na'Vi, возможно, посыпятся. Но нет. Glave забирает всего лишь одного Zephsa. Флейми сыграл подразмен. Zipix понимает, это зажим с двух сторон. Тиммейты уже бегут через дугу, но они не успевают. Поэтому в любом случае Zipix нужно поработать. Нужно, опять же, умудриться забрать двоих соперников. Он, кстати, принимает интересное решение и играет довольно Саевого. Позиция хорошая. Пропускают соперников. В итоге Dupree забирают. Это был электроник Мэджис. Забирает противников. И Zipix тоже помогает. Флейми работает против девайса и Мэджис. Ситуация одинова против Zipix остались. Симпл, красный и Флейми 81 хп. Бомба только сейчас устанавливается. Нужно выходить сейчас. И сейчас он как раз-таки Zipix набивает Zipix. Да, и Флейми остался ни с чем здесь. Ну и он забирает Zipix. Да, но раунд проигран. И как же круто сыграл клатчер команды Astralis. Очень классно. Он так пропустил всех просто неимоверно. В итоге его никто не проверяет. Он выходит в самый необходимый момент. Забирает сначала одного, а потом не дает установить бомбу. Браво, Zipix. Он просто выруливает этот раунд для команды Astralis. Хотя, казалось бы, зажим точки B со всех сторон. Да, и там только что показали эмоции. Там идет разнос полетов. Только что команда сыграла очень неуверенно. Вот вроде как выходили, все получалось. Зажимали. Вплент, но где-то повременили. Где-то тоже спину не посмотрели. Не дочекали некоторые территории. Но, в общем-то, они сыграли вместе против одного Zipix. Ну что, два калаша от Симпл и Флейми. Три ЦЗ от остальных. У команды Astralis фармганы. Четыре юмпшки. Один мп девятый. Это девайс, который пытается вновь играть на 15. Но Симпл его, как и в предыдущем раунде, отгоняет. Вот. Выход. Симпл забирает одного девайса, но Zipix уже его не отпускает. Каким образом там Симпл еще забрал противника? Ну, как-то успел под библиотекой. Девайса забрал. Но, с другой стороны, моментально падает. И это все-таки игра на размене. И попробует сейчас Na'Vi подобрать его девайс. Хотя Флейми уже, наверное, взял там калашников. Коктейль Мотова от Zipix. 55. Эдвард горит. Точнее, на ребрах это происходит. Эдвард уходит поглубже. Бомба на руках команды Na'Vi. Но и Флейми пытается через короткий забрать плент. У команды Астралис никто не выходит. Девайс, кстати, только сейчас пишет, что Симпл хорошенечко поработал. Видимо, он смотрел за развитием событий. Зевс ворвался в арку. Подобрали все-таки калашников, который был у Симпла. Zipix не проверяет арку. Зевс понимает, что где-то тут рядом должен находиться оппонент. И все-таки Zipix в этот раз умирает. Na'Vi заходит под библиотеку. 35 секунд до конца этого раунда. На точке А остается один матч с бой. И ему придется не сладко, потому что точка А зажимается с двух сторон. Пытается его найти. Мэджис бой спалился. Разваливает электроника. И все-таки Зевс играл неплохо на размене. Но опять у нас очень тяжелая ситуация. Хаешка под Эдварда. Эдвард теряет в итоге огромное количество хп. Флейми пытается прикрыть своего тиммейта. И все-таки у него это получается. Команда Na'Vi берет раунд. Это 2-1. А денег, я напоминаю, у Na'Vi было очень мало. И сейчас, возможно, будет Форес от Датчан. Там два игрока, которые имеют менее 2000 долларов. Ну, тут, кстати, тоже такой врыв от Зипикса довольно-таки проблемный оказался. Потому что два игрока в арке его встречают. И оба они на него смотрят. И, может быть, стоило вообще там как-то сыграть по углу на выход от соперников. Но решил первым номером тут нагнетать ситуацию Зипикса, за что был наказан. Все-таки это пистолеты с арморами, ребята. Это каска есть от Мэджис Боя. Также неплохой пул, удерживающий гранат. Посмотрите, четыре смакао-защиты. Также одна флешка от Глейва. Ну, и при этом отмечается работа на Банане от Электроника и Зевса. Симпл уже подходит на главку. Ну, здесь, ты знаешь, вот только девайс показывался на 15. Под карнизом никто из стана защиты не играл. Ну, в этом раунде не исключение. То есть Дюпри, который уходит на свою позицию там за бочку, он тоже будет пытаться играть дальше на хэдшот. Выходит Na'Vi. Симпл играет агрессивно. Проверяет лево-право. Зевс, тем временем, с юмпиком рядом. В общем, все игроки, рожденных побеждать, готовы атаковать Аплэн. Симпл пытается сделать размен сразу же. Но Дюпри выживает. Кстати, Дюпри, по-моему, нет, по Симплу не попали. 100 на 100. Вообще у Na'Vi по хп все отлично. Минута 0.5 до конца. При этом половина карты у Na'Vi в кармане. И, в принципе, можно начинать действовать. Но Na'Vi играет аккуратно. Они уже один экономический раунд проиграли своим соперникам. Поэтому сейчас тоже стараются выжить максимум из ситуации. Неужели хотят нарисовать нам Na'Vi сейчас десант через ковры? Под раскидку, под флешки. Там через дымоход тоже полетит флешка. Ну и Мэджис Бой здесь очень важную позицию занимает вместе с Дюпри. У них перекрестный огонь. Под себя тоже будет сфок от Мэджис. Нет, не успевает его собирает Электроник. Но и Симпл выходит на Дюпри. Это был очень круто. Стильный раунд от команды Na'Vi. Потому что была хорошая раскидка. И они забрали этот перекрестный огонь. В итоге Zipix, Device и Glaive идут на сейв. Зевс у нас пытается найти еще. Ребят на Дуге у него этого не получается. Но у нас ребят сейвят на Б-плейнте. Опять же, атаковать Б-плейнт, наверное, не бессмысленно. Бомба все-таки стоит и раунд в любом случае уйдет. Но Na'Vi, наверное, хотят все-таки, чтобы в следующем раунде у нас максимум, что было у оппонента, так это юспики. CZ-шки у нас при этом остаются пока что у Астралис. Они играют на гробах. Они играют на ближнем ящике на Б1, так называемом. Ну и плюс есть Церковь. Глэй, кстати, просел. Дипекс на ближнем ничего не сумел сделать. Дипекс проверяет сейчас клумбу, идет дальше. Но Дивайс, наверное, выживет. А вот Глэйв не факт. Хотя и Дивайса должны проверить. Дивайс ловит все-таки Эдварда. И Глэйв умирает. 2-1. Три вращаются в 3-1 для команды Natus Wincer и на табло. И в Астралис, конечно, было очень печально проиграть вот этот самый раунд, когда у них были UMP-шки. Решили они тогда вот играть как раз-таки в большинстве с этими девайсами. Ну и на дистанции они там не работали. И, в общем-то, сейчас не стоит об этом задумываться. Это просто вот история, которую мы уже рассказали в этом матче на третьей карте в полуфинале. Сейчас дефолтные пистолеты от команды из Дании. Только одна флешка от Глэйва будет, судя по всему, он выпускать своих тиммейтов на банан. Да, готовится там врыв от Zipix'а, Мэджиска Дивайса, который сейчас получает ХАЕ. Господи, нет, все-таки не долетели. Они как раз-таки летели на старт. Думал, что на гитрайта они полетят, но нет. Вот она, флешка. Уже врывается один из игроков команды. Астралис, да, все-таки электроник забирает кастного Зевса. Глэйв убивает Симпа. Ситуация 3-3. И при этом Мэджиска и Дивайса отпустили на точку B. И выход свой производит Эдвард через арку. Он будет закрывать противников. А информации по Эдварду никакой не было. Так что он Дивайса здесь съест. Он, да, просто убивает Дивайс на легкие. Зарабатывает 600 долларов. Остается у нас при этом в церкви Мэджисбой. Но на пленте А стоит Дюпри. Именно на Дюпри выходит команда Нави. Ну и по идее позиция довольно известная. Ее должны прочесть. И у Дюпри шансов тоже немного. Тем более его еще и обходят через библиотеку. Проверяет плент игроки команды Нави. Дюпри замечает флейме. Попадает ему в голову. Остается тут перестрелки 1 на 1 с Электроником. Но все-таки Эрик справился. Как же был близок Дюпри к этим хедшотам. Если бы он сделал этот минус, было бы просто что-то неимоверное. Мэджисбой остается 1 против двоих. И он падает. 4-1. Вот такое вот начало в матче на карте до Инферно. Нави показывает, что это вам не нюк, дорогие друзья. Да, но пока что только начало. Остались, должны сейчас закупаться. Победитель матча коэффициент от пари матча. Ну пока что все ровненько. Выровняли. Ну и дальше понятно, что все это дело будет меняться. Но пока непонятно в какую сторону. Чаша весов будет преклоняться. Снайперская винтовка Девайса. У него не будет армора. На этот раунд он действует через 15. Через его привычную позицию. Выход от Зевса на банан. Там закидка довольно-таки активная. Молотовый ход команды Астралис. Зевс, тушись! Наконец-то получается. Там и не было бинтов на гранаты. Сейчас об этом бы сказал Ухо. Потому что вот так долго выбирал эту гранату себе Данил Тесленко. Эдвард уже в бойлерной. С МАК-10 вместе с Флейми контролится выход на ковры. Флейми проверяет сейчас ковры. Пытается тут кого-то нашить. Точнее, опускал прифайры возможные. Ну, а Зевс очень красный. Хотя на карте оверпасс в одном из раундов он показал, как можно действовать, имея 1% здоровья. И тогда, собственно, сделал еще один килл, будучи практически уже мертвым. Электроник проверяет Дугу. Чекает минус. Тут никого. В принципе, команда Нави, опять же, обладая бананом, может сейчас заходить на точку Б. Но, по идее, все сводится к небольшому фейку. От Электроника он откидывает смог. Он готов сейчас заходить на плент Б. Хотя он этого не стал делать. Ребята из команды Нави решили пойти на ребра. И, видимо, это сплита. Интересно, специально такая граната полетела сейчас под Эдварда. Я имею в виду смог с просветом. Но Эдвард прошел. Дело в том, что там еще и с МАКом уже показали себя ребята из команды Нави. То, что они попытаются ворваться на арку. И Эдвард как раз-таки уже здесь находится. Выход на библиотеку. Здесь Дивайс пока что не контролит противника. Только сейчас будет выходить. Это прострел. Всем КП остается у Эдварда. И было бы неплохо добить его с пистолетом. Да, получается Дивайс оформить этот опенфрак в раунде. Выход на точку А. Тут Мэджис Бой вместе с Дюпри. У них есть перекрестный огонь. А времени мало очень у команды Навтус. Финсер только сейчас Девс забирает Дивайса. Но он был уже битый после Эдварда. Но и нужно идти дальше. Почему так долго Флейми под библиотекой? Уже закрывает противника на этой перетяжке Дюпри. Все еще на точке. Нужно как-то его проверить. 9 секунд на конце раунда. Дюпри вместе с Мэджис Ком 3. И минус, а без ответа Флейми остается последний. Он тоже падает от Глейва, выходящего из библиотеки. Второй раунд для команды остались. Нави. Я понимаю, почему так вот не спешили. Почему они временились с выходом на точку. Потому что нужно было абсолютно все прочекать. Может быть там противник как-то попытается выйти на какой-то угол. Мы его накажем. И потом уже в большинстве задушим последнего опорника. Но слишком уж там хорошие позиции были. И у Мэджис Ка, и у Дюпри. Ну может быть нужно было показать какую-то коронную фирменную раскидку. В принципе в активе у команды Нави должны быть подобные вещи. Показывают нам игроков. Ребята употребляют много воды. Потому что выматывает конечно. Потому что потно. Конечно выматывает игра. И тут нужно пить, 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 пить. Ну и тайм-аут что ли кто-то поставил. Да, Нави поставили тайм-аут. Кстати, это ошибка или это? А, это не понял. Первый тайм-аут. Первый тайм-аут. От команды Нави. Вообще как будто третий тайм-аут. Какаешь знаешь, мишень в биатлоне. Да, да, да. То есть это первый тайм-аут от Нави при счете 4-2. Но у нас бай в любом случае. Одних у вторых. Но Нави сейчас неплохо. Если честно, делали дефолт. Они заставили команду Астралии вдвоем играть на B. Вдвоем играть на A. Играли довольно закрыто. Дочани. Но вот не хватило все-таки. Все бы сложилось, если бы Эдвард забрал Девайса на библиотеке. Потому что дело в том, что Девайс просматривает выход на просвет. У него там классная позиция, чтобы убить соперника или прострелить. Ну и в общем-то сейчас активности на банане. Посмотрите на это. Мэджис Бой. Вырывается спрей против Симпла. Есть первый фраг. Но из Девсу было бы неплохо отойти вообще. Потому что там еще будет бомбардировка от команды Астралии. С начала этого раунда за датчанами. Эдвард у нас при этом играет в бойлере. Проверяет короткий. Проверяет слева от себя. Готов действовать в направлении плента А. И сейчас мы увидим все-таки, к чему пришла команда Най. Несмотря на потерю Симпла, этот раунд еще можно попытаться затащить. Правда диффенс опять неплохой. Один на пленте, один в больших песках. Эдварду будет выйти довольно трудно. Флейми готов откидывать гранату на коврах. Эдвард проверяет сейчас бортик. Вот он тот смог, который прилетает от Флейми. Соответственно, Ваня может не переживать про борт. Но Дюпри разбирает электроника. Однако Флейми сыграл тоже хорошо. Минус Дюпри. Вот теперь в больших песках никого. Мэджикс Бой пытается играть на пленте. Мэджикс разбирает нас Эдварда. Ситуация 2 в 4. Зипекс. Моментальный килл на ребрах. И там бомба, друзья. Флейми один против всех в больших песках. Да, здесь уже Девайс он отмечает в точке. Должны перетянуться на 20 и 15. Глейф и Зипекс. Ну и Флейми здесь закрыт. Вот он выход. Малые пески. Уже отметил для себя. Ну, он тоже должен читать соперника на 20. Там Девайс играет четко очень. Там не пытается даже выйти с широким стрейфом на противника с АВП. И Флейми было бы неплохо пойти все же. Потому что после раунда его тут могут загнать. Нет, выход на 20. Зипекс уже противника не отпускает. 3-4. Уже одно очко преимущество команды Нави. Но оно может быть нивелировано прямо здесь и сейчас. Потому что у игроков атаки очень мало денег. Зоник доволен. Его команда начинает набирать потихонечку раунды за контртеррористов. А он-то знает, что атака у Астралис тоже хорошая. Да, да, я тоже об этом говорил перед тем, как мы уходили на паузу и на аналитику. Дело в том, что вот хочется похвалить Мэриска за его действия на больших песках. Он не остается там. Это лучший игрок, на самом деле, в этой позиции. Лично для меня. Он играет там гениально. Он умеет и в больших инопланете отыгрывать просто супер. Только что очень пластично просто играл. Большие пески там подключился. Убил противника на 20-ке. Успел отойти обратно в плен. Там тоже был минус по 20-ке. Ой, Симпл неплохо работает против Девайса. Это была снайперская винтовка, и Симпл ее перестрелал на миде. Ну и до нее было бы неплохо добраться. И одним, и вторым. При этом у нас Дюпри. Смотри, что делает Дюпри, да. А он ее откидывает. Вот это мув, вот это мув, вот это решение от Дюпри. Когда ты не можешь сам достичь цели, можно просто взять и подстрелить винтовку таким образом, чтобы она улетела далеко в 55. Зиппик пришел на помощь, забирает моментально флейми. Играет они вместе на этой позиции, по-моему, как раз таки с Дюпри, который играет сейчас с АВП. Зевс вышел на ребра. Недоумение, где же здесь снайперская винтовка? Ее здесь просто нет. Уходит назад электроник. Ребята из команды Na'Vi все-таки решили перегруппироваться и идут на точку B. Тут, кстати, если Глейв все-таки сделает ошибку, возможно, у Na'Vi получится взять тот раунд. Ну, Глейв это не Тарик и не все остальные игроки, которые очень жестко ошибались против Na'Vi. Вообще на карте Da'Inferno выходили в соло там играть. Все-таки там по таймингу игрок защиты просто отходит. Зиппикс тоже на перетяжке играет. Ну и будет очень тяжко. Команде Na'Vi с Винсерой Симплс АК. Чекает 55. Там никого нет. На больших и малых песках разместились оба игрока на позиции базы А. Ну и вот он Мэджис Бой. Пытается играть там через разлом. Дюпри все-таки не пропускает Зевса. Ну и Симплс тоже отлетает. Электроник последний. На коврах я-то хочу от Мэджиска. Эмиль Рейв ставит точку в этом раунде 4-4. Неплохо. Временная ничья. Все больше и больше денег у команды Астралис. И, соответственно, они теперь могут диктовать условия. Ну и вот они звезды обеих команд. Девайс слева. Симплс справа. Пока что... Что у нас там по статистике? Ну это неважно. Начало на самом деле. Карта Инферно. Все самое интересное еще впереди. 7 раундов остается до конца первой половины. Кстати, у Девайса статистика 2-2-7. То есть это говорит о том, что он свои минусы какие-то дает. Ну и Симпл его в прошлом раунде перестрелял. И в прошлом раунде, да. Но дело в том, что где-то вот, может быть, Девайс еще не нашел свою игру на этой карте. Но это только начало. Как мы уже с тобой сказали, Зевс тушит уже сразу Молотов, который обычно летит в эту точку. Он уже научен опытом этого матча. И под него подлетает только что осколочная граната. 57 хп у капитана команды Na'Vi. И мы видим то, что они пытаются играть также активно на коврах. Но дело в том, что остались рано или поздно, там тоже могут поставить того же Девайса. Потому что рано или поздно должен все-таки Николай там побегать по карте. Пока у него зона ответственности это 55-15, уходы на арку и библиотека. Девайс у нас по-прежнему играет довольно аккуратно в этой библиотеке. Не позволяет себе каких-то выпадов. Ну потому что один раз уже пошел действительно на центр, отхватил хедшот и понял, что, наверное, оно того не стоит. Ну и Na'Vi заняли ребра, заняли бананы. Остается лишь поставить, если честно, красивую точку в этом раунде. Нужно умело зайти на точку B. Но Zipex играет на клумбе. Его чекает все-таки Симпл. Еще и флешка прилетает. Симпл отличная работа. Пошла инфа по Глэйву. Глэйв играет на халпе, его переселивает Флейми. И тут уже, скорее всего, команде Астралис нужно подумать, а не стоит ли засейвить. Хоть Девайс и сделал минус, но 3 в 3 выбить боя будет довольно проблематично. Идут все-таки ребята. Ну они, наверное, пока что попробуют кого-то отстрелить, но со временем, наверное, отступят. Ну было бы неплохо выбить Руины. Там отворачивается Зевс от возможной флешки противников. Но у него есть еще поддержка от Электроника в этой точке. Все-таки ловит эту флешку. Выходит Электроник спасает своего капитана Эдвард. Забирает еще и Девайса. И последний Дюпри тоже падает. Отличная работа от тройки команды Натус Винцера. Вообще понравилось решение даже без смока под флешку выйти на подсад. Хорошее решение. В итоге оно себя оправдало. Ничего подобного Астралис не ожидали. Думали, что если пойдет выход на бай, то это будет стандарт под смоки, под большинство гранат. Но не тут-то было. Na'Vi показывает, что они могут вот такие вот вещи делать. И эти вещи работают. Миша Кейн. Он же тренер команды Na'Vi. У вас на экранах человек, который вносит очень много работы, которая связана с тактикой, со стратегией. И этот парень, поверьте, знает свое дело. Некогда один из лучших, опять же, капитанов Counter-Strike 1.6. АВП у Симпла, АВП у Девайса. И, кстати, ЦЗшка у Глейва. А это значит, что с деньгами все-таки трудности у Австралии, несмотря на то, что они затащили очень много раундов подряд. Ну, жертвует, как всегда, капитан. Это тоже в команде Астралис. Нет таких раундов, когда, например, Глейв играет с Калашом, а кто-то там бегает с ЮМПшкой или ЦЗшкой. И ждем мы. Работают команды Na'Vi по направлению точки Б. Туда только что выходил Zeus. Но понятно, что там только один смок и флешка. Можно раскидать, попытаться оставить на этой позиции двух игроков, так, чтобы не было перетяжки, не было схемы у команды Астралис 4 плюс 1. Ну и на 15 выход от Глейва. Это пиксель очень опасный, потому что он под контролем Саши Костарева. И что-то вообще залетает в голову и в тело. Сейчас вот Симпл просто отлетает через этот смок Дюпри. Выход на карниз. И в итоге тут Эдвард не может пройти дальше, потому что очень хороший смок от игроков защиты. Электроник тем временем у нас на центре. Пойдет, скорее всего, на 55 под флешечку на Глейва. Но тут 100 на 100, и мы понимаем, что такое ЦЗшка в руках опытного человека. Глейв, кстати, решил не ввязываться в перестрелку. Дым прошел, и он уходит назад. Заметил только что флешку. Еще один минус. Вот он капитан команды Астралис. Просто шикарная работа от него. Но Флейми кидает отличный коктейль Моутова, Дюприз горает. Но Мэджис бой в больших песках. А этот парень, как я уже говорил, именно здесь играет очень уверенно. Флейми в итоге ничего сделать не смог. Выход от Мэджиска в перестрелку на коротком. Мэджис падает. Углыва заканчиваются патроны. Но все-таки этот парень делает трипл, имея пистолет в руках. А ему не нужна там. И одна-другая пушка. Просто дайте ЦЗшку, все будет хорошо. Но видишь, он сам понимал, что там, наверное, есть просвет за этим смоком. Поэтому и бросал вот эти патроны в сторону. Думал, что там как раз-таки или снайпер, или с калашом кто-то сидит и контролит выходы от игрока защиты. Отличная работа от Глэйва. 2.20 коэффициент от нашего партнера. Парим матч на команду Натус Винцере. И здесь тоже очень ответственная стадия для нашей команды. Потому что денег не так уж и много. Я бы не сказал, что они там диктуют условия в этом параметре. Вот посмотрите на деньги Симпла. Все очень плохо. 1900 также у Зевса. Ну и в связи с этим ребята, видимо, поставили тайм-аунт. Вот уже второй. Ломают Астралис периодически своих соперников. И это получается. Команде Нави нужно задуматься. О, Миша Кейн уже, по-моему, повышает голос на своих подопечных. Дело в том, что нужно успокоить, видимо. Потому что сами ребята понимают, как они выходили там. Ну ладно, там Симпл получил через смог. Так бывает. Дальше выход на 15. Там была классная флешка от игроков защиты. Под нее Глэйв тоже вышел. Свой второй минус оформил. Дело в том, что он не только оформил минус, но еще и заметил бомбу. То есть это уже инфа на перетяжку с точки Б. Ну и раунд, по сути, там после второго минуса уже был проигран. Хотя попытка была неплохая от рожденных побеждать. Сейчас довольно-таки активно себя ведут на банане. Астралис, посмотрите, девайс выходит на эту точку. Я об этом уже говорил. То, что девайс будет появляться на всех точках, где только может уже выйти АВП на первый свой фраг. Ну, как любой грамотный снайпер. И это девайс, собственно. Но Флейми неплохо спрятался, согласитесь, у дерева. В итоге сделал минус. Правда, пошел дальше смог. И это 30 тебя не оправдал. Однако его поддержала вся команда. И подразмен удалось забрать снайперскую винтовку. Откидывает Мэджис Бой смачок на капель. Выходит на него электроник. Но все-таки это минус. И отглывать теперь. 20 кп остается. Симпл и Зев зашли все-таки на точку Б. Ой, Симпл ловит все-таки Глэйва. Как же это было опасно. Сейчас Глэйв мог и Зевса, по-моему, словить. Но не получилось. В конце концов, Дюпри один против двоих. Идет через Банан. Он понимает, что на дуге никого у нас нет. И что ребята, скорее всего, где-то на кафеле. Пытается дождаться возможного оппонента, который пойдет к нему в гости. Но никого там нет. Очень аккуратная игра двух оставшихся игроков команды Нави. Зевс на пленте. Симпл играет на церкви коктейля Молотова. Дюпри ошибается. И Симпл в итоге реализовывает Ави, который принадлежал Девайсу. Нави рискнули. Нави играли с очень плохим баем. В итоге они взяли раунд, выходят вперед. И оставляют теперь Астралис вне удел. Да, недоволен. Собой, наверное, последний боец команды Астралис. Только он откидывал этот Молотов. Хотя я-то уже думал, там сейчас откинут Молотов под Зевса. Он попытается выйти, Дюпри его заберет. Я думаю, и Девайс немножко с собой недоволен. Да, Девайс тоже должен был забирать противника. И потом в итоге еще, если не ошибаюсь, там с фармганом на него вышли. И в итоге не отпустили Николая. Николай вообще, на самом деле, не в своей тарелке на этой карте. Мы уже с тобой отмечали, потому что по статистике тоже очень сильно приседает. Но, в общем-то, нужно потихоньку включаться, потому что нами свои раунды в атаке забирают. Сейчас пистолеты на руках у Датчан. Это ЦЗ, это один Дигл от Дюпри. Но есть смоки, которыми они уже не раз очень круто закрывались. Они знают, как нужно работать гранатами на этой карте, не только на ней. Флейми с тиммейтами, тем временем, уже на дуге. Ребята готовы заходить на точку Б. Но они видят, что вроде как там форс бай, поэтому стоит играть очень аккуратно. Но симпл уже со смоком. При этом под ребрами или на коврах никого у нас нет. Два человека обороняет плент Б довольно активно. И если что, Девайс успеет подойти. Полетели флешки. Тем временем спиной электроник забегает на плент. Чекает у нас ближний ящик, но зипик с ним справляется. У зипик появляется УЗишка, пытается ее реализовать, не получается. Врыв на капель, Зевс с разворота делает еще один минус. Глейв падает, ситуация 3-4. Выход от команды Нави на бэплайн продолжается. Бомба устанавливается, два на дуге. Возможно, удастся забрать Ваню Эдварда. Да, так и происходит. Мэджикс бой, с така 47-м уже начинает нашивать капель. Зевс при этом живет. И 45 кп у него остается. Зевса все-таки забрали, но Мэджикс бой тоже падает. В итоге триплкил от капитана команды. Девайс, как же он близок сейчас к Темке. Еще и Дюпри знает, где находятся его оппоненты. Команда Астралис попытается еще взять этот раунд. Дюпри разваливает флейми. Симпл остается один. Бомба стоит. Нужно быстрее играть. Команде Астралис. Симпл его уже резали, но он справился. И это 7-5. Команда Нави берет раунд. Какие же проблемы сами себе принесли Нави в этом моменте. Учитывая то, как они выходили. Ладно, Зипикс одного забирает. В итоге Зевс отвечает двумя минусами по врывающимся противнику. Но, опять же, Эдвард выходит на банан. Понятно, что банан должен быть под контролем. Но вы уже зашли на точку. В принципе, можно там, в принципе, вот как-то даже не играть активно. Или играть там под флешку. Попросить свой у тебя набросить что-то, чтобы выйти на банан. Потому что там уже могут находиться соперники. В итоге с этого калаша, который выбили у Эдварда, чуть ли не взяли раунд. Ладно, там Симпл, конечно, отыграл круто. За нюбоксом отмонцевал. Одного-второго забрал. Но в целом нужно сыграть более спокойно. Но все-таки по счету все неплохо. У команды Na'Vi 7-5. И уже два минуса в этом моменте. Зипикс идет припадать на точке. Их агрессия не сработала. В итоге должны уже Na'Vi быстро поставить бомбу. Хотя она находится до сих пор еще в яме. Так что можно еще приконтролить банан. Флейми тем временем забирает игрока на бортики. Мэтч с бой падает. Тем временем Девайс только что мог стрелять раньше. Но из-за того, что Эдвард двигался, Девайс не стал этого делать. Ну и в конце концов, Глейв последний игрок у команды Астралис. Na'Vi побеждают в первой половине с минимальным преимуществом. Как минимум 8 очков у них есть. Но два раунда еще остается доиграть. И вот тут вопрос. Или 8-7, или все-таки козырный для Na'Vi счет 10-5. Да, если не ошибаюсь, у Na'Vi должно хватать денег уже до конца этой половины. Потому что сейчас абсолютно все ребята выжили. Экономика сильна как никогда у этой атаки. Постоянно там раунд брали какой-то, раунд проигрывали против Астралис. И датчане пока, да, дают эту половину. И они допускают довольно-таки много ошибок, что нетипично для них. Но с другой стороны, мы с тобой опасаемся больше их атаки, нежели защиты. Защита сейчас свои 5 набрала. Может быть, еще сыграет 8-7. Кстати, у них не так уж и много денег. Сейчас во время таймаута ребята еще решают, чем закупиться. Потому что у того же Майджиска еще 3 600 на руках. И вот она красивейшая арена Ланцес в Кёльне, ребята. Но сколько тут зрителей? Ну, наверное, одна из самых больших арен в киберспорте. И то, что может собрать вообще дисциплина Counter-Strike Global Offensive. Зоник подбадривает мужиков своих. Говорит, ребята, я помню, рубился с ними. Это звери. Но мы можем. Мы должны показать, что мы все-таки топ-1 рейтинга ХЛТВ. Первое и третье место, между прочим, играет сейчас на третьей карте. На карте Дейнферна. И вот такая агрессия именно в этом раунде. Глейв решил поджать просто метро, уходит на ложный. И Эдвард получает эту информацию, он чекает Глейва. И, естественно, Глейв моментально падает. Поэтому, возможно, оно того не стоило. Слишком читался Глейв. Прочитан. Следующий раунд. Пожалуйста, пройдите, товарищ Глейв. Уже квартетом защищается Астралис. Ну, посмотри, одного девайса в итоге оставили на банане. Будет перетяжка от Zipix и поджим на коврах. Вот Дюпри и его тиммейт, а тоже интересное решение. Флейми должен об этом догадываться. Он, кстати, с опасениями так вот двигается. И должна еще поддержка быть от Бойлерной. Во всяком случае, там кто-то должен попрыгать. Флейми нельзя играть тут соло, потому что Дюпри его забирает. И все, можно уже этому дуэту отходить обратно. Эдвард пытается прошивать, но в итоге до фрага не доходит в этой ситуации. Уже оба опорника успели отойти на большие пески. Zipix на 15. Эдвард проверяет пока что ковры, откидывает банки, готов заходить на короткий. Ну и тут 55 Zipix. Ему пока что коктейль Молотова не прилетает. Ожидает ли Ваня Эдвард увидеть здесь соперника? Уходит назад. Команда Na'Vi по идее решила пойти в направлении точки B. Там у нас играет один девайс, играет с Авиком. И надежда на девайса, конечно, очень серьезная у команды Астралис. Он должен сделать обязательно один минус и отойти назад. Получится ли? Минус пошел. И умирает как раз-таки один из самых лучших игроков команды Na'Vi. Но при этом рожденный побеждает. Начинает преследовать девайса. И он делает еще один килл. Уйти за ящик не может, потому что там коктейль Молотова. ZEVS разваливает. В итоге двоих остается один на один против Majors боя. Majors играет через дугу. Кто кого. Направляется на банан. Сейчас Эмиль. Ой, все успел отойти. Успел. На гробы. Да, уже хороший тайминг для Данила Тесленко, чтобы разыграть. Тут еще и противник отбрасывает Молотова за B3. Но в любом случае Majors нужно уже двигаться дальше. Он понимает то, что не угадал с этой гранатой. А ZEVS уже готов выйти на просвет. И тут показывается уже последний игрок защиты. ZEVS, как ты сыграешь? Выйдешь сразу или нет? И получается убить Majors еще до этого второго Молотова. Это раунд в пользу команды Na'Vi. Минус три от ZEVS. У него лучшая статистика на этой карте среди Na'Vi. 14 на 9. И вот он ZEVS, друзья. Вот он человек, которого очень часто критикуют за его личный скилл. Но он в который раз показывает, что он может играть на супервысоком уровне. И он может брать такие раунды. Даже против самых молодых и самых жестких стрелков мира. Отличная работа. Данил Светенко 9-5. В пользу команды Na'Vi остается один раунд в первой половине. Откидывает пока что гранаты у нас на дуге. Ребята с команды Na'Vi, как обычно, готовят платформу сейчас для последующего выхода. Но времени еще огромное количество, согласитесь. И Na'Vi знает примерно, что у соперников Юмпы, ЦЗшки. А это значит, что нужно играть очень аккуратно и просто ставить точку в первой половине. Эдвард получает по себе Молотов на просвете. Вынуждает он его уже двигаться на бойлерную. Электроник все это время провел на банане. Кстати, можно даже без раскида попытаться выйти. Но там чекает расположение противника в Глэйв. У него есть смок. Молотов полетел в темку. Дюпри забирает Эдварда на бойлерной. Но и пока что все неплохо для команды Астралис. Это большинство. Кзипик с Юмпошкой будет уже встречать противника. Там Флэйми находит Дюпри. Было бы неплохо вообще вернуться обратно на мидл. Сейчас в команде Na'Vi. Мэджи все-таки забирает Флэйми. Это уже проблема. Потому что Флэйми было бы неплохо здесь пожить и дождаться перетяжки от своих тиммейтов. А так получается, что он проиграл здесь территорию противнику. И даже если Na'Vi будут возвращаться, то нужно массу позиций прочекать. Все же остались два игрока под точкой B. Там же бомба. Электроника нужно дождаться, потому что тот заходит в спину. Электроник проходит через Зеленочку. Готовится выход на КТ. Но теперь Электроника, скорее всего, нужно подождать. Ребятам на B торопиться не стоит. 35 секунд до конца этого раунда. Поэтому времени, по идее, может хватить. Но при этом очень аккуратно играет защита. И Электроник, грубо говоря, никого пока что не заметит. Потому что смок на холпе не дает ему увидеть Зипекса. Команда Na'Vi. 20 секунд. Нужно действовать. Они это понимают. Заметил Зев Зипекса. Есть инфа по гробам. И Глейв тоже падает. И в итоге Na'Vi успешно прорывают B-Plant. 3 в 2. Нужно ставить бомбу и тащить тот раунд. Два калаша на руках у последних игроков команды Астралис. Это Мэджис Бой и Девайс, которые мчатся по разным позициям. Один через Сити, второй через Банан. И Электроник закрывает здесь еще и выход на руины. Будет очень сложно тащить такой раунд в защите. Особенно учитывая то, что у них нет диффузов. Может быть там валяются они еще на точке. Я не заметил, если честно. Нам 90 прилетает уже смок. Вынуждает выходить, наверное, Электроника и Зевса. Нужно уже выходить на размен. Да, получается Элику забрать Девайса. Последний Мэджис Бой против Электроника и Зевса. И нужно как-то вот уже искать эту бомбу. Но опять же таки, все, что зависит от Мэджиска, это минимум в этом раунде. Он пытается, конечно, кого-то там находить. Просвет тоже отвлекается, но Элик делает свой второй минус в этом раунде. И в итоге счет на табло 10-5. Вот он выход от Дениса. 4 в 3 ситуация. Ребята понимают, что они первый контакт на Б и на точке А проиграли. Электроник принимает решение сразу же перетянуться с банана на 15. Это как раз таки самое лучшее решение в этом раунде было от молодого Дениса. Эмоции команды Na'Vi. Симплорет, Зевс кричит. Все пока что складывается довольно неплохо. Но, напоминая, это Inferno, это в принципе неплохой выбор как для одних, так и для вторых. Тем более атака у команды Astralis тоже на серьезном уровне. Плюс на Inferno очень часто именно атака берет пистолетный раунд. Не зря Na'Vi взяли свою первую пистолетку в этом Best of 3 именно на Inferno за террористов. Первые арморы. Device Majors, ZipX, Tupree. Обмениваются любезностями обе команды. Ну и смотрим. Это финал. Это, ну точнее это полуфинал, но это финал этой Best of 3 встречи. Да, ребята, зовите всех своих друзей, потому что сейчас будет очень интересно. И как же сыграет Astralis в этой атаке без раскидки? Только вот арморы, как ты уже отметил. Команда Na'Vi делает стак на точке B. Да, спасибо нашим обсерверам. Только одного Flamie оставили в итоге на двадцатке. Но Flamie не стоит играть активно. Потому что если он погибает, то тут уже могут очень легко прорваться дальше. Некоторые бойцы Astralis и потом уже дать информацию бомбе. Но Astralis ждут агрессии на банане. Посмотри, тут есть башенка, Девайса и Глейва. Electronic ни в коем случае дальше не будет идти. Он работает там на комбинации вместе с своим товарищем по команде. И уже идет перетяжка на точку двух игроков. Electronic с USPK остается на дуге. Чекает выход на себя. И в итоге Na'Vi изначально угадывали. А вот теперь придется играть в меньшинстве. Но Electronic делает минус. Девайс погибает. И команда Astralis уходит назад на центр. Тут на точке А три человека. Но при этом нет никого ни в больших песках, ни в тюрьме. И, возможно, это будущая проблема. Однако Симпл хороший хэдшот по Глейву. Выход от команды Astralis на Аплэн. Пока что проваливается. Zipk забирает все-таки Симпла в ответ. Dupree пытается забрать плэн. Тут два человека. Zephs, как же ты промакиваешься с Юспиком. Перезарядка пошла. И он все-таки убивает Dupree. Нет, это Zipk один. И Zephs делает два хэдшота. 11-5. Na'Vi берет пистолетный раунд. Ты знаешь, с одной стороны, ты сказал о том, что Zephs промахивается. С другой стороны, игроки атаки там тоже особо-то не попадали. Такое ощущение, что у некоторых из них вообще были холостые патроны в этих глоках. Что выходили вроде как неплохо. Зажимали противников. Даже вот ситуация 2 в 4 была очень острой. Потому что если бы игроки на точке Zephs на ящике и один за дефолтом проиграли бы свои дуэли, то было бы довольно-таки все интересно. Но нет. Na'Vi очень уверенно забирает себе этот пистолетный раунд. Комбинация сработала. Вот со стаком на точке В, потом перетяжка очень хорошая. Электроник сделал свой первый минус и успел отойти. Но, в общем-то, все складывалось в пользу рожденных побеждать. Zephs показал себя набойлерной, откинул осколочную. Но в итоге было бы неплохо отойти. То же самое можно адресовать Эдварду, который гуляет пока что на банане. Majors Boy пока что. Нашивает у нас миддл. Пытается найти кого-то в смок. У Na'Vi никто не подставляется. Они просто откинули банку и играют очень аккуратно. Решили укрепить, видимо, Аплэнт. Оставили одного Флейми. Как бы это ни было ошибкой для рожденных побеждать, Флейми игрок сильный, но одному на дуге играется довольно трудно. Прилетает хорошая еще и флэша. Флейми все-таки отступает. Пока что банку он не потратил. Ну и Эдвард все-таки к своему тиммейту подтянулся. И Симпл, кстати, тоже готов уходить на точку B. Прилетает стандартный смок. Отогнали в итоге игроки команды Астралис. Флейми, чтобы он не собирал информацию. И тут датчане сделали абсолютно все, чтобы Na'Vi держали Аплэнт в количестве троих человек. А это уже не очень хорошая инфа для болельщиков Na'Vi. Да и мать, и инфа Дюпри пойдет дальше или нет. Там еще и Молотов подлетел, так что не будет активных действий от игроков команды Астралис. Флэшка все же залетит от Глэйва. Ждем мы этого момента. Мэрис Бой по точке B тоже вычисляет противника. Там же бомба. И это будет попытка выхода такого сплита через арку плюс банан. От игроков атаки еще один Молотов. Дюпри не может пройти, нужно возвращаться, наверное, на банан. Он поднимает, это Питер Расмусен. Смог на просвет. Это тоже шанс, чтобы выйти против одного Флэйми. Эдвард тоже на флэшке, я так понимаю, стоит здесь. И вот она полетела. МП-9 в руках. Бульдозер. Нужно врываться дальше на кафель. Мэрис Бой вместе с Дюпри. Там получается убить Зевса. Каким-то образом Глэйв тоже проходит против Эдварда. Флэйми падает. Симпл только один минус против Дюпри. В итоге 4-2 позиция. Не самая лучшая и у одного, и у второго бойца команды Na'Vi. Там будет уже бомба поставлена. Вый раунд проиграли. Здесь не хватает фирменного. Да как? Зипекс ловит нас с электроника. Симпл остается один против четверых. Пытается отойти назад. И команда Астрали спрощает в этом Симпла. Дает ему уйти и засейвить свой Юмп. Но Na'Vi как же были близки. Ну, простому, даже не простому, а самому быстрому все-таки завершению карты Д'Инферно. Нужно было выбирать только этот раунд. В следующем было бы уже полегче. Но Na'Vi не справились. Они не сумели держать точку B. Гранат не хватило. Девайс еще и Симпла находит и наказывает. В итоге 11-6. Астрали остаются в игре. Покупают. МПшки, калаши. И матч продолжается. Арсений, не забывай о том, что сейчас просто нереальное давление на игру команды Na'Vi. Я понимаю, что у них там был перевес по девайсам. Были там Юмпшки. Были довольно-таки сильные стволы, чтобы нормально выйти на эти перестелки против пистолетов. Но вот не выстоял Симпл. Где-то, может быть, пропустил кого-то из противников. Там Зевса тоже первого забрали, если мне не изменяет память. Но и опорники на точке B они сыграли лучшим образом. Потому что, ну, опять же-таки, сложно врываться. Особенно учитывая то, что ты там не всех ослепил противников. Я тут уже отрисую Эдварду, который рвался как раз-таки под ослепляющую гранату. Мэджиск забирает Флэмми. Это начало раунда за датчанами. И вот он врыв на Эдварда. Тот за стенкой на банане забирает девайса, играющего в соло. Но Глейв не отпускает обидчика Ти Бейт. А там еще Деприс играл против Электроника. Зевс отвечает против Питера. Два в три ситуации. Симпл вместе с Зевсом. Но они разорваны по карте. Как сыграет Зевс? По которому уже была информация. Ну, Зевс попробует сейчас реализовать свой юмп. Выйти куда-нибудь в смочок. И сделать работу. Симпл потянулся неплохо под библиотеку. Но его снова отсекает смоками. Симпл ничего не видит. Старается помочь выручить своего капитана. Однако команда Астрали заходит на КТ. Симпл вешает. Мэджисбой умирает. Эта ситуация 2 на 2. Это играбельно. Но он не ожидал, увы, увидеть здесь Глейва. В итоге капитан команды Астрали уже поработал на славу. И сделал два минуса в этом раунде. Бомба устанавливается. Это все в руках Дани Зевса. Правда, нет диффузов. И это тяжело. Но он мчится на эту точку. Дело в том, что там еще перекрестный огонь. Зевс забирает одного соперника. Но Глейв его уже не отпускает. Но опять же, были классные позиции у обоих игроков команды Астрали. 7-11. Нави должны провести полное эко. Ну, максимум там с какой-то одной флешкой. Как и, в принципе, делали у нас Астрали. Еще в защите игра. Я там выпускал Глейв своих тиммейтов на банан. Но Астрали в игре, конечно, за счет этого форс-раунда. Ты не хочешь выиграть пистолетный в защите. Особенно учитывая то, как просто это было для команды Нави. Как они разорвали противника. И потом, конечно, экономика обрушилась. Напоминаю, что на оверпассе Нави проиграли две пистолетки. И выиграли карту. Здесь на Инферно они выиграли две пистолетки. И пока что матч продолжается. И у Астрали снова все шансы на то, чтобы победить. Симпл падает у нас на кафели. Глейв взрывает флейми. Тем временем Эдвард подставляется на банане. Нави решили повоевать здесь. Но Астрали говорит, нет, ребята. Мы тоже умеем круто стрелять. И мы хотим попасть в этот финал. И там сразиться с победителем пары Pace и Big. Пуш от Электроника. Дюпри все это держит под контролем. Но Зевсу было бы неплохо заработать денег с Максимерки. Это 100%. Потому что очень мало всего. Посмотрите. Это все же был форс от команды НАТО с Винцером. Они понимали то, что счет в их пользу. И таким образом можно где-то больше рисковать против Астралис. Но вот несколько убийств от МАГ-7 может помочь накопить быстрее симплу на снайперскую винтовку здесь. Ну, Зевс в итоге забирает зипикса. Это уже неплохо. Вот дилемма. Сразу менять девайс или остаться с магом? Учитывая то, что его там будут, наверное, загонять некоторые игроки команды Астралис. Нет, все-таки это будет калаш. Кинул себе. Девайс тоже мчится. Ну, было бы, конечно, неплохо войти тут на эту точку, но у него МП-9, который не сработает, скорее всего. Но надо фармить все равно, мне кажется. Потому что в следующем раунде ты в любом случае в другой позиции будешь. Ну, и Зевс, я же говорю, что тоже понимает то, что надо зарабатывать деньги. Потому так вот тут и сидит. Астралис играет крайне аккуратно. Если будут выходить, то только вместе. Но тут как бы не потерять большинство своих девайсов против Зевса. Потому что однозначно позиция у него очень крутая. Там Молотов еще летит. Как же выкуривают последнего бойца. Да, выход от Мэджиска читается тоже. 900 залетает на карман Зевса. Он пытается выйти дальше. Но тут еще и Клейв неплохо ворвался. В итоге там загнали. Он перепрыгнул с мостика, я так понял. Да, демоны просто там замуровали Зевса. Но была неплохая попытка сыграть с магом, а потом забрать себе АК-47. Молодец, выжил максимум на самом деле. Да, заработал в любом случае деньги. Немножко легче будет Зевсу играть уже в следующем раунде. Сейчас, скорее всего, нас ждут Юспки от команды Наю. Слишком часто они играли с первыми и вторыми арморами. И вот они, P250 и один армор у Симпла. И есть при этом второй армор плюс Дигл. Такой вот баят Саш Костелева. Коктейль Молотова на плюс. Симпл горит. Старается сделать минус. Теряет очень много ХП и все-таки уходит. У Астралис довольно сильно пострадал Девайс. Но они взрывают Симпла. Они убивают Ваню Эдварда. И снова преимущество два бойца у команды Астралис. Заняли полкарты и ждут, пока оставшиеся игроки команды Нави будут сами подставляться под их прицелы. Подсадка на карниз у Электроника. Будет на себя там как-то стягивать внимание противника Флейми, который тоже подходит по этой позиции. Работает против Глэйва и Дюпри. Те играют тоже аккуратно. Посмотри, там чек. Вот показал полкорпуса Глэйв. Сейчас Дюпри тоже в бисе с ним выйдет против 15. Это бищу Болотов. Ребята использовали Электроник. Забирает от него Флейми. Не отпускает Мэджиска. Дальше неплохо. Можно еще и убить Зипи. Кстати, ситуация 2 на 2. При этом Дюпри красный. Девайс тоже битый. Зевс на миде. Попадает за миде против Дюпри. Очень опасно играет. Там за смоком пока что тиммейт. Врываться или не врываться? Это флешка или нет? Да, флешка. Там слепой один. Второй пытается отойти. Мэджис все-таки забирает Флейми. Последний Зевс. 16 хп. И это фраг для Николая Рица, который свою команду сейчас спасает. Да, были близки снова Na'Vi. Этот раунд бы очень сильно... И по морали мог бы ударить команды Астралис. Да и поднять настроение мог бы рожденным побеждать. Счет 11-9. 4,5-5 тысяч у команды Na'Vi. И это, конечно же, бай с эмками первыми арморами. Но гранат будет, наверное, недостаточно. Плюс, возможно, у кого-то не будет диффузов. Кстати, диффузов у нас вообще нет у команды Na'Vi. Симпл играет в этом раунде. Без АВП. Мейн-снайпером у команды Na'Vi на Инферно сейчас выступает Егор Васильев, он же Флейми. Действует на центр и старается забрать игроков, выходящих из ямы. Флейми решил отойти поглубже. Три игрока у команды Na'Vi на Аплэнте. Два на Б. Тут все по стандарту. За банан, кстати, Na'Vi решили не ввязываться в драку. Полностью отдают дугу. И вот тут вопрос. Может быть, был смысл сейчас поиграть активнее на дуге? Потому что удержать хорошую раскидку от команды Астралис будет очень проблематично. Это продиктовано тем, что есть два смока на точке сейчас. Это Эдвард и Симпл. То есть они будут откидывать поочередно эти гранаты и будут останавливать выходы от своих соперников. Вот он, первый смок, уже полетел от Саши. Там, кстати, возможно, слева будет небольшой просвет. И направляется один из игроков команды Астралис. Может быть, стоит даже подсадиться. Вот она, Хая полетела. Одна Симпл уже успела отойти на 90. И как сыграть против Девайса, который тоже очень наглый. Чекает выходы через фонтан. Флешка полетела. Симпл слепой. Ничем не помогает тиммейту. Еще одна флешка полетела. Эдвард падает от Мэджиска. 5 на 4. При этом Мэджис проседает очень сильно. Под Симпл летит Молотов, который вынуждает двигаться обратно на 90. И здесь, конечно, смоком очихнуты. Закрыты игроки атаки. Бомба будет поставлена. И тут еще и Симпл пытался как-то отойти к своим тиммейтам, чтобы засейвить девайсы. Но команда Астралис не дает. Кстати, бомба до сих пор не отстояла. Но посмотрите на электроника. Он в больших песках. И изначально Нави договорились, что мы будем все-таки сейвить. 3 в 4. Сейв от команды Нави. Это оптимальное решение. Хоть счеты 11-10, но Нави в следующем проведут с эмками, а не с пистолетами. Соответственно, может быть, следующий раунд им улыбнется. Эдварда не хватает команде Натус Винцера. Ключевой игрок сразу погибает. Конечно, проблема. Погибает. Вот только что был выход четко настроен на него. То есть посмотрели, может быть, те же остались, что вот у Эдварда не идет игра. Давайте его искать. Давайте выходить на точку B. Так это тоже работает. Особенно учитывая то, что это третья карта. Уже силы на износ. Вот все на износ у обеих команд. И вот Эдвард узнал только, что у Дюпри было, вернее, у Мэджиска было 22 хп. Это обидно, что не добрал соперника, потому что в такой ситуации, ребят, когда противник так вот круто выходит под флешки, очень важен первый фраг от защиты, чтобы убить, отойти, как-то пожить, дождаться перетяжки у тиммейтов и сыграть потом уже вместе в большинстве. Но тут позиция еще такая была на фонтане. Она не особо это тебе позволяет уйти. То есть ты убиваешь или там одного двоих, или тебя уже там не отпускают после одного фрага. А тут получается, что и первого не забрал только что Ваня, и Симпл был за самоком. То есть у Симпла тоже дилемма. Врываться в смог помогать и попытаться поймать для себя хороший тайминг, или же остаться, вот дождаться перетяжки. В итоге второй вариант. Но тут изначально надо думать, как ты будешь принимать точку B, когда у тебя нет девайсов, когда тебя могут вот так отбросить. То есть мне кажется, вообще позиции как бы были не очень крутые. На гробах Симпл отсекается самоком, и все. Он может только нашивать. А Эдвард, даже если бы он делал этот один минус, это бы ничего не дало. То есть Эдварду надо было закрывать как-то двоих. Но опять же, из-за фонтана двоих непонятно. Ну и потому можно сказать о том, что вот может быть опорники были в не самых лучших позициях. Это фонтан 90. Это те позиции, которые, во-первых, быстро убиваются, быстро закрываются смоками. То есть можно сыграть как-то вместе. Может быть подсадиться на нюбокс, тоже сработает. Ну ладно, это уже такая аналитика. Мы все же такие не супер... Не профессионалы. Профессионалы. Мы все же там как комментаторы пытаемся рассуждать. Но дело в том, что позиции реально были ужасные. Потому что с тобой не можешь сыграть тиммейт, и ты сам в итоге тоже не играешь. Ладно. Сейчас у нас нагнетается ситуация под точкой. Туда идет перетяжка от большинства команды. Астралис бомба будет на руках у товарища. Уже мэджис боя. Ну и Глейв вышел на ребра вместе с Дюпри. Как же Астралис умеют сейчас готовить платформу для выхода последующего как на А, так и на Б. Они заставляют Нави сейчас играть вдвоем на точке Б, втроем на А. При этом уже готовы выходить под минимальные гранаты. Откидывается флешка в большие пески. Коктейль Молотова в большие пески. Электроник не слепой. Электроник, кстати, может сделать минус. Это его фирменный спрей. Он вместе с Флейми поработал, сделал килл. Откидывает вот такую вот флешку. Острепил сейчас очень классно. Игрока атаки. Электроник развалит в итоге Девайса. Живет до конца в больших, но 2 в 3. И все равно у команды Астралис появляется шанс. Однако Зевс выходит из-под библиотеки. Ловит Глейва. Дюпри остается на пленте. Старается забрать нас в тюрьму. Дюпри раскатывает одного, второго. Симпл один на один. У Дюпри очень мало хп. Но при этом дым ему так помогает. Он слышит Симпла. Симпл живет. 85 хп у Симпла. Играет он за сигаретой. Чекает средний ящик. В итоге опять пик от Дюпри. И Симпл берет в этот раунд. Как же Дюпри был близок, чтобы взять этот раунд. Он мог несколько раз попасть. Это просто минус нервы, ребята. Действительно, там Дюпри очень круто обходил через этот смок. Он мог брать такое. Могло бы быть там попадание. Да, для команды НАТО Свинсора. И так неплохая попытка от игрока команды Астралис. Но Симпл здесь был не преклонен. Вот этот бух от электроника под флешку. Это тоже просто. Это очень красиво. Вот сейчас этот момент. Это красота. Как он откинул эту гранату, посмотрите. Вот просто опа. Просто это гениально. И девайс слепой вот там под библиотекой. И ближний слепой. Да, классная мова от нашего игрока. И вообще супер игра просто. Но это инферно. Это лучшие команды в мире, ребята. Ну и сегодня мы смотрим полуфинал ESL One Köln. И это тактическая пауза от коллектива рожденных. Побеждать Na'Vi третью взяли себе. Паузу, чтобы пообщаться. Чтобы, может быть, как-то охладиться. Потому что нереальный накал страстей прямо сейчас. Ух, общаются. Общаются ребята. Всем нужно выдохнуть. Всем нужно перевести дух. Очень напряженная игра. Полуфинал чемпионата мира. Здесь собрались все самые сильные команды. Если на последних чемпионатах, которые мы наблюдали за месяц-два, где-то кого-то не было. То Face пропускает, то Astralis пропускает, то Liquid не хватает, или Mousesports там нет. А вот здесь собрались просто все. То есть, грубо говоря, плюс-минус такой же состав участников будет у нас, скорее всего, на мажоре. Но все топ-коллективы присутствуют. И, конечно, всем хотелось бы здесь победить. Несмотря на слова того же Миши Кейна, что якобы ESL Köln не в приоритете, но мы видим по этому матчу, как он у них не в приоритете. Какой приоритет? Как же они потеют, как же они стараются, как же они тащат. Zephs, Брайя Дюбри пытается выйти на размет Zipix, но электроник его буквально съедает здесь на коврах. Уже ситуация 3 в 5, Мэджис, Девайс и Глэйв остаются в меньшинстве, и они уже отпустили соперника в клейме. Пытается воевать здесь на 15, ошибается против Глэйв, а тот его не отпускает. Но Zeus, выход тут же на противника. А там еще и был Switch Девайса, так что Глэйв имел очень мало шансов выжить здесь 2 в 4. Мэджис и Девайс. Вот будет попытка выхода через ковры плюс 20. Откидываться смог на большие пески электроник на балконе. И он забирает Мэджис, а также информация по Девайсу была получена. И здесь уже Николай Ридс, наверное, должен как-то попытаться, конечно, выйти, но все же слишком много соперников готовы его встречать. Это раунд для команды Na'Vi. Скорее всего, 50 секунд до конца, Девайс очень красный. Тут нужно подумать, Коли, а есть ли смысл выходить на Аплэнд? Возможно, более грамотным решением был бы сейв в этой непростой ситуации. Но он действует через монстр. И тут электроник играет под козырьком, чекает и мидл, и как раз-таки бойлер. Я монстр сказал? Монстра тут нет, пардон. Через бойлер действует Девайс, 25 секунд. Но электроник должен, вы видите, легко и просто справляться с соперником. Но есть все же деньги у команды Астрали. Спасибо большое за табуляцию. Я вот хотел задаться этим вопросом. Что у них будет на руках на этот 24-й раунд? Ты знаешь, вот пытается Астралис выйти на точку А. Может быть, сейчас они вернутся к Б. И об этом тоже должны задуматься ребята из команды Na'Vi. Потому что у них на А не получается. То есть я имею в виду Астралис. Вот они выходят, они теряют вот только что кого-то на коврах, на бойлер. Согласен, прочитать команду Астрали сейчас будет довольно легко. То есть если Астралис пойдет на точку Б, это будет очень жестко читаться своими соперниками. Да, там баг мышки, какие-то проблемы у одного из бойцов команды Астралис. Ну и рестарт этого раунда. Я напоминаю, что это техническая пауза. И во время таких вот моментов нельзя общаться игрокам. Но при этом мы видели, что в чат они пишут периодически. Хотя про чат, по-моему, тоже было сказано изначально. Этому правилу уже полтора года или два от ESL, когда они придумали, что нельзя общаться во время тех пауз. 3-3 на Астралис и 1-3 на команду Na'Vi. Кто бы мог подумать, что вот такие кэфы у нас будут под конец этой игры. Благодаря монстру. Вот ты сказал, что нет на этой карте монстра. Он есть. Это электроник, как минимум. Вот даже не Симпл, который вот тоже много чего делает полезно для своей команды. Но электроник в последнее время очень жесткий. Очень радует. Зевс 25 на 14. Олег за ним идет тоже по статистике. Да, кто бы не Симпл, не электроник. Но Зевс 25 на 14. Вот кто настоящий монстр. Олд Кул, который как координирует, так и круто отыгрывает. По крайней мере против Астралис на карте Де Инферно. Отличная работа. Даня Зевс. Мэджис Бой играет на дуге. Прилетает Смок по центру. Дюпри готов выходить через бойлер. Но при этом бомба лежит у нас на ложном. И команда Астралис не торопится. Они пытаются все-таки поймать кого-то из ребят с команды Na'Vi. Очень хорошая была работа осколочными гранатами. Этим уже не удивить. Команде Астралис наносит очень много урона в целом. Не только осколочными, но и молотовыми. Знает, как работать с ними. Дюпри на бойлерной вышел. Ожидает агрессии от соперника. Зепикс опасается также выхода на ковры. Сетап. 4 плюс 1. И посмотрите, как играет команда Na'Vi. Вот действительно, они задумались о том, что сейчас их соперники могут попытаться выйти на точку. Потому они и отдают вообще эту территорию. Только вот один Эдвард Красный там ушел к себе на респаун. И Na'Vi угадывает. 45 секунд до конца этого рауна. Зипикс уже подходит по коврам. Ждет раскидки своих тиммейтов. Вот они полетели первые гранаты. Зевс отрезается молотовыми или нет. Нужно уже выбрасывать эту гранату. Вот он выход через окно. Зевс забирает двух соперника. Два минуса символа. Забирает еще Дюпри. И Вася отвечает вместе с Глэйвом. Пока что все неплохо получается. Но электроник на больших песках. Здесь король. 7 хп у Глэйва. Он не выживает его. Не отпускает уже Иоанн Сухарев. Как это получилось? Зевс на свече был вообще. Он там переключался на какой-то девайс. Телефлешку менял. В итоге просто двоих убирает игроков команды Астрали. Столи выходящих через ковры или на коротком. Отличная работа. Снова Даня Зевс на кураже. Такого Зевса мы еще не видели. Да. Это победа команды Навич. 27 на 15. Тетя Сленко. Удивляет, да, сегодня. И это уже покупка девайса. Последняя надежда для команды Астралис, по сути. Потому что на следующий раунд тоже денег не будет. Там АК-47 от Мэджиска. Выход от девайса на банан. Потушили пока что Молотовы. Тактика выжженной земли. Он будет все-таки продолжать здесь свое шествие девайс и его тиммейт. И опасаются они врыва от команды Нави под флешку. Тем временем Мэджисбой возвращается у нас на центр. Судя по всему, Астралис все равно хотят пойти на Аплент. И вот тут, возможно, ты прав. Может быть, все-таки нужно было чаще ходить на точку Б. По крайней мере, там получалось. Но Астралис, видимо, думает, что их постоянно читают. Что Б-плент уже принимается втроем. Но они тут не правы. Нави как раз-таки втроем и четвером чаще принимают именно точку А. И читают круто соперников из Астралис. Хороший коктейль Молотова. Флейми заставляет своих соперников пробежаться по огню. В итоге Мэджисбой красный. Но Глэйв наказывает электронику. Погибает Флейми. Зевс вне позиции. Он играет в библиотеке. Но ему не нужно никого видеть, чтобы делать фраги. Он просто нашивает смок и делает два минуса. Что ты творишь? Зевс, остановись, пожалуйста. Хотя нет, не останавливайся. Зипекс, 40 хп, Дюпри, 100. Это 2 в 3 бомбы на пленте. Нави в большинстве хороший коктейль Молотова. Зипексу не будет места сейчас на пленте. Нет, он находит все-таки свой угол. Да, в углу там еще Дюпри на больших песках. Большие тут тоже должны быть подключаться. Вот именно маленькие попытки врыва от команды НАТО Свинцера. Вот он смог под Дюпри выход. Дюпри все-таки забирает Эдварда. Попытка разбеда от Зевса пока что неприятна. Тут Симплу 41 хп. Он пытается пройти дальше против Зипкрица. Получается его забрать. Дюпри тоже падает. И это Зевс с его трипл килом в этом раунде. 15-10 пользу команды НАТО Свинцера. Это 30 фрагов. Это 30 фрагов против Астралис. Это 30-й уже был, да. Это просто 30 фрагов. Кто бы мог подумать, что такое возможно. Опять же, всякие торины в интернетах рассказывают про то, что плохо играет Зевс, несмотря на его отличные координаторские качества. Но в итоге Даня, почитав этот вид, решил подойти очень серьезно к полуфиналу против команды Астралис. Ну, в 3-5 ситуация только что, да. По сути, выход на смок. Но Зевс, видишь, обычно у нас Глейв убивает всех в смок. А здесь совсем другой капитан показывает такие фраги. И имя ему Данил Тисленко. Хотя изначально НАВИ плохо оборонялись. На самом деле, вот ребята, которые погибли на 15, там первый, второй сыграли не очень удачным образом. Вот он хайлайт, выходы от Симпа, тоже помог Зевсу тут раскрутиться. И, возможно, это последний раунд этого полуфинала. Матч Астралис против НАТО Свинцера. Датчане покупают себе 2 АК-47. Ну и помощь также будет от ЕМПшки. ЦЗшка Девайса Глейв должен тоже покупать себе ЕМПшку плюс Раскит. Потому что, опять же, такие гранаты нужны, чтобы выйти на любой из точек. Но почему команда из Дании забыла о том, что на этой карте существует все же еще точка Б? Я просто смотрю на эту статистику 30 на 15. Я в это не верю, честно. У меня не хватает слов. Команда НАВИ 15-10 в одном шаге от победы. Решили в последнем раунде сыграть агрессивно. И, возможно, оно того не стоило. Мэджикс бой из ямы забирает троих. Ну зачем же? Вы могли сейчас аккуратненько закрывать своих соперников. Но не тут-то было. Команда Астралис тоже крепкий орешек. Ребята стараются, ребята пыхтят и хотят победить. Какая плюшка от Симпла. Играет он в библиотеке. Пардон, забирает Мэджиска. Бума ставится все-таки на дефолте. 2 в 3 по хп-проблеме. Да и, если честно, наверное, стоит уходить на сейв. Да, НАВИ это прекрасно осознают. Уходят назад. Понимают, ребята, то, что в прошлом раунде вышивало только два игрока. Так что стоит засейвить себе 2 и тем 4 а4. Ну, тут нельзя отпускать команду Астралис на самом-то деле. Вот нельзя, может быть, играть как-то активно. Я понимаю, почему они решили именно так сейчас вот закончить. Попытаться эту карту на храп и вон зайти на мидл. Этого могли не ожидать датчане. Но в целом это не та команда, которая где-то тоже понеслась. Там какую-то точку не прочекала. Все же это дефолт от датчан, который они только что сыграли с выходом на банан. С одним игроком в яме. Ну и также подключался второй мидл. Был хороший очень мэджиск-бой в этом моменте, который оформил трипл-килл. Там, опять же, показали сейчас статистику. Зевс и за Эдварда, и за Флейми. Там у него больше фрагов, чем у двоих игроков команды Na'Vi. Ну и, конечно, их круто себя показывают как символ, так и электроник. Это огневая мощь команды Na'Vi, по крайней мере, на последней карте против Астралис. D-Inferno, третья решающая. Четыре мап-поинта. Но при этом Астралис не сдаются. У них есть деньги. 5 АК 47-х. У Na'Vi, кстати, довольно экспериментальный бай. И видно, что деньги могут закончиться. Поэтому Астралис еще могут дотерпеть и дотянуть до допов. Хорошая флешка. Симплу не дают пикать с на ВП. Тем временем, мэджис-бой пытается накалять обстановочку на дуге. Эдвард понял, что походу дело не в оружии. И решил взять просто дробовичок. Но со статической у Вани большие сейчас проблемы. Однако команда Na'Vi все равно лидирует, я напоминаю. И нужно брать всего лишь один раунд. Сразу три игрока сейчас обороняются на точке B. Должен рано или поздно перетягиваться Эдвард. Потому что этот крокодил может еще найти себя на точке A. В общем-то, уже отправляется Иоанн Сухарев на арку. Туда же, кстати, отправляются еще и Зевс. Оставили только одного флейми на этой позиции. Но нет. Будет все-таки возвращаться Зевс. Играет на перетяжке. Как капитан. Как тот, у кого очень жестко летит во время этого матча. Ну и Девайс показывает себя на банане. Три игрока уже готовы врываться через главку на двадцатку. Пятнадцать под контролем одного игрока. Это Эдвард. Но, опять же-таки, не самая лучшая позиция. Не так уж и много гранат остается у команды НАТО Свинктера. Ошибка. Тимпло. Выход. Но теперь его забирает. Электроник тоже отлетает на этом балконе. Отличные выходы уже здесь от бойцов команды. Остались бомба. Будет ли перетягиваться? Она до сих пор еще на банане. Флейми не отходит вообще с точки B. Ну и вот оно решение. Надо снова уходить на сейв. А Эдварду желательно было бы подобрать где-то Девайс. Но слишком далеко находится оружие. Убивает Девайса, подбирает автомат Калашникова, пушит дальше Дугу. Но все-таки Глэйв его тут законтролил. И у команды НАВИ, судя по всему, денег не будет. И при счете 15-12 Астралис будут играть у нас против пистолетов, против P250. И только при 15-13 нас ждет еще один хороший байк. Кстати, ситуация довольно, ну, еще не простая. Дело в том, что из трех оставшихся у команды НАВИ всего лишь один раз будет хороший байк. Один раз. Еще одна пауза. У-у-у, какая жесть происходит на этой третьей карте Инферно. Мы как будто с тобой, Арсений, комментируем гранд-финал этого турнира. Саша галстук снял, чтобы понимать. Да, да, да. Потому что он уже душит, понимаешь. Вот как сейчас душит своих соперников НАВИ. Не получается уже додушить. И так и не додушит меня мой галстук. В общем-то общается Зоник, Дэнни, Соренсен. Вот фанаты команды Осталис. Вот все пришли посмотреть за этим действом. Действительно, настоящий праздник Counter-Strike. Зевс просто потный. Зевс потели просто. Там нужно просто уже выдыхать. Потому что так все жестко происходит у нас, ребята. Да и вообще на самом деле Зевсу нужна какая-то помощь. Потому что он-то хорош. Он там свои фраги делает. В смоках убивает противника. Выходит в спину кому-то. Но надолго ли хватит Даниила? Потому что вот сейчас спас. Дальше спас. Но дальше тот же Эдвуд должен подключиться. А возраста уже не дает сил. Сил не появляется новых. Поэтому нужно помогать. Нужно включаться. Еще жестче Simple Electronics. Но и Flame тоже стоит наконец-таки включиться. Сделать возможно трипл килл какой-нибудь. И взять эту победу для команды NAVY. Сил лишь один раунд отдаляет рожденных побеждать от суперфинала ESL One Cologne. Чемпионата мира. Где есть все команды. Zeus со своей сигнатуркой на руках. Готов уже забирать выходящего Zigglissan. Но тот тоже не спешит. Простил какой хороший от Maguska. Залетает по Simple. Четыре хп в итоге у Саши. После этого Electronic. Ой. Пять. Опасно. Хп тоже остается. Нет шансов у Simple там отойти. Он попытался еще там может быть как-то забрать противника. Поставить два-три хэдшота. Но нет. На своем настоял игрок атаки. Глэйв также подошел под точку B вместе с девайсом. Все чекается. Все очень хладнокровно. Ну и Zipix дальше идет. Он как-то вот прочувствовал то, что соперники могут играть активно через ковры. Эдвард тем временем под библиотекой. У него юсп. Ребята решили все-таки продолжить свой стак на точке A. Но как мы видим, Astralis решили на этом экономическом раунде от команды NAVY все-таки угадать и пойти на B-плэн. Там никого нет. Бэйми пытается рисовать Дигл на центре. Не получается. Дюпре эту позицию контролирует. И NAVY пытается сейчас подобрать тот самый Дигл. Но Дюпре забирает Эдварда. Зев старается сделать еще один минус. Играет он на центре. На него выходит Дюпре, который перестреливает Даню Зев со SP250. Там 15-13. И вот он тот самый хороший бай, о котором я говорил. Это бай. Все же покупает. Но там не так уж и много денег. 4,5. 4,300. 4,500. В общем-то бай будет, но без дефузов. Без полных связок гранат. Могли, конечно, сделать еще один форс. То есть можно было сделать пистолет и армуры. Там какие-то первые. И потом как-то может быть сыграть при счете 15-14 уже с АВП. Но вот такое решение от команды NAVY, которая в принципе может поставить под нож вообще эту победу на карте Дейнферна. Потому что если сейчас ребята из Астралии стащат раунд, то дальше уже не будет денег у защиты. Мэджиск выход на банан. Откидка только от Эдварда. Там вновь три игрока находятся на точке B. Никто пока что не намерен перетягиваться. Мэджиск бой тушит молотов. Ну и дальше будет вычислять возможные выходы под флешку от своих противников. NAVY решили угадать. Они видят, что Астралис практически все свои атаки на оружие проводят в направлении плента А. Поэтому, собственно, три человека сейчас у NAVY на точке B. При этом все играют закрыто. Это второй ящик. Это третий ящик. И Темка. При этом по гранатам у NAVY проблемы. Они ничего откинуть не могут. Слишком сильно затаились. И опять же, это может быть прочитано ребятами из команды Астралис. Поэтому где-то все-таки как-то поработать нужно. Это понимают ребята на центре. Собственно, они играют сейчас от зеленки. Есть игрок в 55. Это Зевс. И рядом с ним Электроник. При этом есть смачок на центр. И сейчас было бы неплохо его откинуть. Команда Астралис все-таки пойдет на точку B. NAVY сделали там засаду. Сумеет ли эта от засада сделать свои минусы? Мы прямо сейчас узнаем. Это тяжело. Это очень интересно. Да, вот Смок от Глейва сейчас полетит на просвет. Там никого нет. По одной линии боют сейчас ребята из команды НАТО Свинсера. Много флеша. Флэйми за железным. Эдвард на подсадке Нью Бокс. Он будет гореть. Симпл тушится там. 49 капитала. 22. В итоге Эдвард. Хэдшотом все-таки не один. Тут Девайс выходит. Забирает одного второго противника. Но вот Флэйми как сыграть? Не читается. Флэйми забирает одного Девайса. Второго Глейва тоже отправляет уже домой. Дюпри последний. Выход через понад 25 секунд. На какой-то раунда Электроник забирает последнего. Это 16-13. Поль команды НАТО Свинсера. Они со счетом 2-1 обыгрывают своих соперников из Астралии. И проходят в гранд-финал ESL 1 Кёльн. И вот он Эдвард. Который все-таки, во-первых, не стал гореть на дальнем ящике. Во-вторых, сделал два минуса. Да и решение от команды НАВИ было очень крутым. Согласитесь, они понимали, что все-таки рано или поздно датчане должны пойти на точку Б. Симпл обнимает своего тренера. Все НАВИ довольны. Они давно не обыгрывали команду Астралис на лане. Астралис перед этим чемпионатом были безоговорочным лидером. Команда, которая должна была налегке забирать этот турнир. Но в полуфинале они встретились с нашими ребятами из России, из Украины, из Белоруссии. И в итоге все закончилось победой рожденных побеждать. Рукопожатие. Конечно же, НАВИ довольны. Они в большом финале. Завтра будут играть Best of 5 матч против команды или Face, или команды Big. Напоминаю, что сегодня минут через 20-30 мы как раз-таки станем свидетелями еще одного полуфинала. Но это уже впереди. Однако сейчас нужно вкусить этот момент. Выдохнул только что Эдвард. Тяжелая для него игра. Не шла игра. Не шла игра. Во всей Best of 3 серии игра у Эдварда не клеилась. Это отмечали наши аналитики. Об этом говорил, в частности, Литл. Но это кайф командной игры. Не ты всегда есть человек, который тебе поможет. Или Simple, или Electronic, или вдруг неожиданно ZEVS, который заканчивает Inferno с феноменальной статистикой. Никто не мог подумать, что именно ZEVS будет героем этого матча против Astralis, против лучшей команды мира. Никто не мог подумать. Ну и ZEVS просто подошел, сделал такую петлю команде Astralis. Давайте, ребята, влезайте. Проследуйте, пожалуйста, домой. Потому что, опять же таки, команда Na'Vi готова выходить дальше в этот гранд-финал. И так уже можно турнир забирать себе. Потому что, по сути, они главного рейдбосса на этом чемпионате убили. Я понимаю, что дальше есть Face, ребята. Я понимаю, что дальше есть домашняя команда B&G, которая тоже может еще сегодня нас удивить всех, то, что тоже пройдет в этот гранд-финал. Но для Na'Vi, я думаю, что уже авторитетов на этом чемпионате не осталось. Потому что, если с Astralis реально у них были проблемы на том же Марселе, то Face они уже обыгрывали. Но не будем забегать вперед. Все-таки еще есть биги, которые, может быть, будут сегодня удивлять, несмотря ни на что в этом B-23 полуфинале. Потому что вчера, например, они довольно неожиданно обыграли команду G2. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза. Далее аналитика. Ну и мы продолжаем. Следующий полуфинал. Биг против G2. Против Face, пардон. Субтитры сделал DimaTorzok.